Всем привет на канале Prepress Каждый из нас сталкивался с подготовкой изображений для печати Сегодня я покажу как работать с профилями и дам вам профиля Это весьма такие классные профиля, которые мне дал один итальянец Во время конференции, во время мастер-класса По фотошопу и вообще по печати в целом Я считаю, что это панацея для печати на любых носителях На любой бумаге Каждый из нас слышал от заказчика или от работника типографии О том, что а почему фотографии такие плохие Почему на газете они такие блеклые Или почему там то, почему все Сейчас я покажу как использую эти профиля Я их получил в 2004 году И могу вам с уверенностью сказать, что за свои 12 лет Они мне помогли очень и очень сильно Я настроил множество редакций газет Которые печатают на тонкой меловке На газетной бумаге 60 грамм плотности Также обычные флайера Или на обычной бумаге 150 меловка А также на картонной упаковке Флекция печати У меня не получилось как-то на них проверить Но если бы у меня была такая возможность То я бы стопроцентно использовал бы эти профиля Итак, сначала подумаем, что это за профиля И как с ними работать Вот, например, у нас есть три картинки Они абсолютно одинаковые Никто из нас не задумывается Когда делает, переводит Ну, все мы знаем, что для того, чтобы сдать картинку Поместить ее в какую-то работу Нам надо сделать, перевести в ЦМИК Это 100%, если вы не первый день То вы это знаете как очень наш Итак, никто из нас не задумывается Как этот процесс работает То есть мы привыкли Image, Mode, RGB, ЦМИК Правильно? Давайте я эту картинку Б Сделаю так, как мы привыкли Adjustment, Mode, ЦМИКОЛОР Понятно предупреждение Бла-бла-бла Но он говорит, если хотите использовать другой профиль Используйте Edit Convert to Profile Ну, редактирование Конвертировать в профиль Не assign, не назначить профиль А именно конвертировать в профиль Ну, пока оставим так Нажимаем ОК Даже, наверное, неправильно это сделано Надо было сначала откорректировать ее Да? Ctrl-Z нажмем Давайте я быстренько откорректирую под одно Так как у нас одинаковые 229 Я еще использую обязательно Shadow Highlights Я предварительно До того, как записывать урок Я сделал стандартные значения Сделал Save to Defaults Можно еще поиграться Колором Чтобы более насыщенный был Ну, в чем фишка Shadow Highlights Мы можем это Настроить и сделать картинку Более, как бы, объемной Ну, хотя бы по виду Понятно, что объем мы не получим Но обратите внимание Было? Стало Было? Стало То есть, картинка стала более насыщенной Это нам обязательно надо И я советую, рекомендую Это использовать при редактировании фотографий У меня монитор ноутбука Поэтому я иногда волнуюсь за цвета И поэтому могу их перенасытить Но не важно В данном случае это не важно Оставляем Save to Defaults Чтобы на тех же картинках Мы сделали то же самое Image Adjustment Levels У нас было 229 Окей Image Adjustment Shadow Highlights Окей C Image Adjustment Levels 229 229 Окей Image Adjustment Shadow Highlights Окей Теперь у нас абсолютно три одинаковые картинки Видите, да? Итак, картинку B мы решили переконвертировать в CMYG Так как мы умеем Как мы это всегда делали Я делал до 2004 года Но потом объяснили, что это Мягко говоря, некорректно и неправильно CMYG Color Окей Вот наша картинка На второй же картинке мы пойдем другим путем Все профиля я выложу на файлообменник Вы можете скачать Также там будет Инструкция, как их Использовать Мой вам совет Используйте Почему? Потому что это Существенно повысит Качество вашей печати На машинах Печати На типографских машинах Честно говоря Я пробовал использовать В оперативной полиграфии Ну Я особо Не вникал У меня был маленький опыт Оперативной полиграфии Работы с цветом В основном Лазерные принтеры И так дают Хорошее качество Но В некоторых случаях Помогало Итак Картинка B Мы оставим Так как мы делаем По умолчанию Никто не задумывается Картинка C Делаем это Во-первых Color Settings RGB Входящий профиль Мы выставляем Apple RGB Это обязательно Adobe RGB Имеет большой хват Но все мы знаем Что в переводе Из RGB В CMYK Мы теряем Очень много Цветовой информации В голубых тонах Да и в других Тоже Особенно Когда они у нас Насыщенные RGB Apple RGB ЦМИК Вот здесь Вот мы выбираем Наш профиль Он будет у вас Во вкладке Аза Вот DCHP 225 250 275 Это цифра После двоечки После дефиски Что это означает Эти цифры Первые три Это означает Total Ink Limit То есть Общее количество красок Допустим Это у нас Обычная печать Обычная печать На каком-то Флайере Или на каком-то Буклете По умолчанию Я вообще Ставлю 275 Чтобы Не заморачиваться В следующий раз То есть Это стандартный Профиль По умолчанию У нас стоял US Web Code Это США Web Code Для Меловки Для Swap Ну Есть еще У кого-то Japan Может быть Ну Сами понимаете Или США Или Япония Оно вам надо Нет Не надо Вам надо Конкретный Профиль Под конкретную Задачу Возможно У вас уже Настроены Какие-то профиля Вы можете Аккуратненько Изменить Одну картинку И попробовать На печати Если вы Сомневаетесь В этом Сомневаетесь Как бы Да Это Весьма Весьма Когда Новое И когда Тебя еще Дергают На эти Профиля То есть Есть Сомнения Есть Страх И все Остальное Никто Никто Не хочет Отгребсти От начальника Или От директора Или От заказчика Поэтому Попробуйте Одну Фотографию А потом Сделайте Ее Будете Использовать Постоянно Я Я прошел Некоторые Круги Ада Чем я Убедил Типографию Это Использовать Но Все Потом Остались Довольны Как и Газетчики Как и Обычная Полиграфия Ну Печать Плакатов Буклетов Флайеров И так Далее Так что По умолчанию Выставьте Себе 2 275 Все остальное Мы оставляем Так как есть Я не собираюсь Вникать В это Все Дело Может и Надо было Но Опыт Показывает Что лучше Не трогать Ок Итак Эта картинка У нас Сейчас С входящим Профилем SRGB Можно Выставить Внизу Чтоб Показывал Вам Профиль Я обычно Так делаю Чтоб Видеть Документ Профиль SRGB До Обычного С обычного Фотоаппарата Так Edit Convert to Профиль Сначала Конвертирую В Apple RGB Apple RGB Нажимаем ОК Потом Edit Convert to Профиль Выбираем Тот Профиль Который Нам Нужен 225 Это если Мы Печатаем Ну я Не использовал На самом деле 225 Хотя Говорят Это для Тонких Газетных Бумаг Для чего Для того Чтобы Total Inclimate Не за Ну то есть Питываемость Большая Газетной Бумаги Поэтому Много Краски Впитывается И Получается Либо Темная Либо Какое-то Другое 250 Тонкая Меловка Опять же Газетная Печать 275 Стандартная Печать И убираю 275 Нажимаем ОК В принципе Можем Видеть Разницу Да Она Есть Тут Более Алая Тут Более Темная Вообще В чем Разница Этого Всего Дела Открываем Channel Отключаем Black Обратите Внимание Разница В Картинках Даже Вот Так Сделаю Чтобы Можно Было Нагляднее Показать В первом Случае Когда мы Использовали Стандартный Стандартный Перевод Ну В фотошопе У нас Видите Много Черного Еще То есть Цвет Еще делает Серый Добавляет Здесь же Серый Удаляется То есть Оно Становится Более Контрастное На черном Убирает Ну это Называется Grey Color Remove То есть Замена Цветной Составляющей Серый Ну Я понял Понятно Вроде Да То есть Если Если мы Оставим Только Черный То мы Увидим Более Более Такую Контрастную Картинку Для чего Это делается Для того Чтобы Печатник Мог Черным Корректировать Корректировать Эту Картинку И добавлять Цвет То есть Эта Картинка Будет Более Насыщенной При Печати Чем Это Почему Потому Что Здесь Используется Три Цвета Сагат Маженто Йелло Да Он Делает Тут Еще Затемняет Но Здесь Черный В этой Картинке Черный Наоборот Черный Можно Корректировать Контрастность Данной Картинки Используя Наш Используя Используя Красивую Цветную Картинку Я думаю Понятно Может Не совсем Связанно Говорю Но Я думаю Вы уловили Смысл Дальше Вы можете Как-то Откорректировать Ее Поставим Обратно По Левелам Можете Дальше Color Balance Или Selective Color Например В красный Добавить Чуть-чуть Желтого Или Или Маженто Из белого Убрать Серое Черное Вернее Ну это Сами Корректируйте На своих Мониторов Так как Вы считаете Нужным То есть Я Не буду Вдаваться В эти Подробности Вопрос В данный Данный Урок Заключается Только В использовании Профилей Ничего Больше Желтый Желтый Зеленый Добавим Чуть-чуть Также Можем Целан Добавить Ну В принципе Все Смотрите Какая яркая Красочная Получается Картинка Без черного То есть Черный Дополнительный Вспомогательный Цвет Поверьте Оно Работает На всех Типах Печати Так Вернемся Назад Немножко Так Шадох До сих До сих Пор Без Конверту Профиль Это мы Для Стандартной Печати Конверту Профиль Если мы Допустим Хотим Для Газеты Да Оно Сокращает Цветовую Гамму Но Поверьте На печати Это не означает Если оно должно Быть насыщенное Оно Вот Хорошо Получится Сами Видели Кто Делает Газеты Цветные Те Видели Эту Проблему Ок Выбрали 250 Профиль Вот Внизу Видите Чарного Оно Должно Быть Более Светлым Оно Сейчас Там Много Ну Оно Более Светлее И Общее Количество Окрасок Не Превышает 250 Если Кто-то Читал Требования Для Типографии Они Видели Что Для Газетной Печати Не Должно Бы Превышать Общее Количество Цветов 250 И Так Далее Это Что Касается Газетной Печати Вернем Обратно Edit Convert Profile Допустим Если у вас Картонная Упаковка Или Флекс Печать Это Картонная Упаковка 300 325 Total Inclimate Для Флекс Печати 350 375 Честно Говорю 375 Я ни Разу Не Использовал У меня Не Было Надобности На Флекс Печати Но 325 И 350 Я использовал Давало Очень Хороший Результат Для Картонной Упаковки Особенно Если Она Плотная Такое Может Дать Только Векторная Печать Оно Чуть Темнее Как Видите Но Все Равно Имеет Свои Преимущества Так Что Еще Вам Рассказать Например У меня Был Такой Случай Была Газета С Темно Фиолетовым Цветом В Шапке То Есть Сейчас Пусть На 600 Выберем Темно Фиолетовый Цвет И Закрасим Ну Примерно Примерно Такой Даже Нет Соврал Он Больше Синий Был Синего Больше Наверное Вот Там Вот Да Да Правильно Не Фиолетовый Не Синий Но Это Корпоративный Цвет То То есть В чем Была Проблема Очень Большая Windows Info Смотрим На Цвет Циан 79 Мажента 88 Йеллоу 14 Черный 50 Окей Фишка В том Что На Газетной Печати Это Огромное Безумное Количество Красок Впечатывалось И Уже Сверху Мажента Не смогла Впитываться Даже Не Мажента А Циан То есть Циан Уже Не мог Впитаться Из-за Вот Этого Огромного Количества Красок И Поэтому У нас Получался Цвет Такой Ядлово Ядлово Темно Розовое То есть Без Циана Ну То Что Было В Первоначальном Варианте Оно Примерно Так Естественно Были Претензии У Заказчика Были Претензии К Типографии О том Что Благо Печатают И так Далее И тому Подобное Какой Мы Нашли Выход Из Этого Всего Я Взял Корпоративный Цвет Завел Данные Допустим Вот У нас Корпоративный Цвет Они Обычно Пишут Тупо В 250 Профиль Обратите Внимание Хорошо Обратите Факир Был Пьян Фокус Не Удался Блин Не Сработало К Сожалению Да Оно Уменьшилось Наверное Потому Что Надо Было Выбрать Из Какого То Пантона Блин Жаль Что Не Могу Показать 77 92 5 42 Или Нет Правильно ЦМИГ Правильно У них ЦМИГ Не Изменилось К сожалению Не Получилось У вас Показать Провести Тот же Самый Эксперимент По Какой Причине По Причине Того Что Там Был Зверский Цвет Ну В Любом Случае В Любом Случа Если Какая То Возникает Такая Потребность Попробуйте Переконвертировать Этот Цвет И Тогда Он У вас Обязательно Получится Так Как Надо То В данном Примере Хотел Показать Но Я Предварительно Не Проверял Этот Момент Получилось Немного Немного Не то Ну В принципе Я думаю Все Если Есть Вопросы Задавайте Пишите Комментарии Наверное Надо Показать Как Добавлять Давайте Покажу Итак Вы Скачали Эти Профиля Открываете Там Будет Readme Файл Путь Для Копирования Также Написано Где Какой Профиль Можно Использовать Путь Для Копирования C Program Files Recommended Копируем Открываем Диск C Вставляем Нашу Сюда Строчку Прошу Прощения Это Для Программ Файл Убитных Машин Это Мое Упущение Вот Они у меня Уже Здесь Вы Просто Берете Перекидываете Откуда Это Профиля Это Проводил Мастер Класс Там Проверяющих ICC Профилей В Италии То есть Он Настраивал И Америку И Китай И Что Он Только Не Настраивал То Есть Они Своей Конторой Разработали Эти Профиля Их Можно Использовать Везде Повсеместно Это Мало Того Что Дает Более Более Лучшую Картинку Но Еще И Существенно Экономит Краски На Печатной Машине Конечно Эта Информация Может Быть Вам Не Сильно Полезна Но Я Думаю Оно Свои Плоды Даст Особенно Если У кого То Огромные Объемы Ну В Принципе Все Это Я Выложу В Описание Чтобы Вам Было Понятнее Ну А Также Ссылку На На Эти Профиля Все Всем Спасибо Пишите Задавайте Вопросы Будут Вопросы Не стесняйтесь Ну И Подписывайтесь На Канал Всем Пока Продолжение следует